Сегодня была информация еще о Лукашенко, пропагандистские российские СМИ это написали, что он встречается с Рогозином. А вот это зачем? Ну, а вот это пиар Рогозина, да, потому что Рогозин... За счет Лукашенко? Хромая лошадка. Ну, здесь надо понимать всегда, когда вы встречаетесь, надо смотреть на статус одной стороны и на статус другой стороны. Лукашенко глава государства. Худо, бедно, плохо, хорошо, легитим, нелегитим, неважно. Он является реальным главой государства в Беларуси. Рогозин никто, вообще никто. Это бывший вице-премьер, бывший посол или представитель Российской Федерации в НАТО, бывший глава Роскосмоса, он все бывшее. То есть это отработанный материал, которого Путин уволил и который пытается остаться на плаву. Вот поскольку мы знаем, какой материал никогда не тонет, то, значит, Рогозин пытается доказать, что вот он является таким материалом органическим. Вы все поняли, что я имею в виду. Начинается на букву Г и кончается на букву О. Вот. Или на букву Д и кончается на букву О. И, конечно, если есть встреча Рогозина с Лукашенко, это прежде всего в минус Лукашенко и в плюс Рогозину. И я совершенно не понимаю, зачем Лукашенко это нужно. Абсолютно не понимаю, потому что это абсолютная глупость с отработавшими деятелями какими-то встречаться. Это, кстати, было, вы знаете, вот это тоже интересная вещь для людей, которые не разбираются в дипломатии. Вот, допустим, Путин принимал бывшего премьер-министра Франсуа Фиона, французского. Вот когда действующий глава государства принимает бывшего премьер-министра, бывшего человека, который никаких должностей больше не занимает, никакой роли, ни политически никакой не играет. Это абсолютный нонсенс для главы государства. Это выигрыш для человека, который находится на пенсии, который находится не в дел, потому что таким образом он говорит, вот видите, меня еще там ценят на международном уровне. Но это абсолютно в минус к действующим главе государства, потому что действующие политики никогда не встречаются с пенсионерами. Или если они с ними встречаются, это где-то там на даче, за шашлыками, ни под кинокамеры, ни под телекамеры, ни под интервью. А когда действующий глава государства российского в Кремле принимает бывшего премьер-министра Франции, это означает, что действующий глава государства себя опускает до уровня пенсионера во Франции. И это абсолютная глупость с дипломатической, с государственной точки зрения. И вот то же самое делает сейчас Лукашенко. Это дебилизм, полный дебилизм, потому что он надувает щеки, он говорит, что вот он такой человек, он с Путиным общается напрямую, с Си Цзиньпиним общается напрямую, и вдруг с каким-то Рогозлиным, которого вообще никто, которого Путин уволил, потому что он его четыре года обманывал и не сделал никакого результата, то есть он его уволил за несоответствие своей должности, за некомпетентность. И вдруг глава государства белорусского встречается с человеком, который уволен за некомпетентность. Это просто дебилизм. Но для нас, с точки зрения оппозиции, для Украины, это замечательно, потому что дискандитация Лукашенко. Сергей, а может это еще игра какая-то Лукашенко? Не секрет ведь, что он хочет быть лидером так называемого союзного государства, а у Рогозина ведь зуб на Путина. Может мы еще о какой-то игре не знаем? Или это чистая конспирология, в чем сейчас комментаторы начнут обвинять нас? Нет, 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 здесь как раз конспирология напрямую, потому что работает, потому что Рогозин как раз является таким конспиратором, который пытается замутить воду, пытается создать какой-то заговор, пытается вернуться в политику, пытается стать... Да, это может быть какая-то игра, это может быть какая-то игра, но эта игра дебильная, потому что, опять же, действующий глава государства никогда не может встречаться с пенсионерами, если он сам себя уважает. Это не уважать себя, встречаться с пенсионерами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова